Самарцев На базе Института развития и образования состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса «Лучшее школьное столовое». По итогам от муниципальных общеобразовательных учреждений Самары первое место заняла школа номер 85, а третье место – школа номер 68. Представители 85-й школы вместе с сотрудниками комбината школьного питания представили наш город на всероссийском этапе этого конкурса. Кроме того, коллеги поделились своим опытом участия в таких мероприятиях и секретами успеха, сообщает телеграм-канал городского департамента образования. Телеграм-канал Куйбышевского района напоминает, что со 2 по 10 декабря проходит общероссийская акция «Тотальный тест. Доступная среда». Она призвана привлечь внимание граждан к правам и потребностям людей с инвалидностью. На сайте акции каждый житель страны сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Пройти тест можно в любое удобное время. Для участия необходима предварительная регистрация. Также администрация Куйбышевского района поздравляет самарцев с днем банковского работника. 2 декабря 1990 года был учрежден Центральный банк России, который стал отправной точкой в развитии финансовой деятельности страны. Вот почему именно в этот день сотрудники банков отмечают свой профессиональный праздник. Игровая программа «Лапа в ладошке» прошла в детской библиотеке номер 4 в рамках акции «Библиотека для всех». В ней участвовали гости из Центра социального обслуживания «Семья» и учащаяся школа номер 10. Кинологи приюта для животных познакомили участников мероприятия со специально обученной собакой. Рассказали о своих четвероногих воспитанниках. Все собаки доброжелательны и общительны. Гости узнали, как нужно обращаться с животными, научились понимать их язык, угадывать настроение. Все с удовольствием приняли участие в конкурсах «Кем работает собака? Кто больше даст кличик щенку?» Отгадывали загадки о собаках и увлеченно рассказывали о своих домашних питомцах. Все получили колоссальный заряд хорошего настроения, ведь для счастья человеку порой достаточно почувствовать мягкую лапу в своей ладошке, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района.